Глава НАПы дважды приезжал в хутор Вестник. После его летнего визита фасад почты отремонтировали, сделали водостоки и удобные подходы к зданию. Во время второй рабочей поездки Юрия Полякова с просьбой отремонтировать крышу к нему обратились местные жители. Вода во время дождей затекала в помещении, в здании скапливалась сырость. Глава принял решение на месте ситуацию исправить в самые короткие сроки. В первую очередь дверь входную, потому что она все время у них открыта, не натопится, будет новая, отлично. И напомните, по шиферу займемся шифером, хоть эту часть надо заменить, а там надо вообще посчитать, сколько всего надо и заменить весь. Там протекал возле самого фонаря лампа освещения, это было очень опасно, я это говорила неоднократно. Но когда он приехал, я ему показала, и он это увидел, и тут же была дана команда, и сразу же стали делать. Я очень благодарна Юрию Федоровичу, он единственный мэр, который к нам приезжает, смотрит и вникает в наши проблемы. Здание почты обогревается печным отоплением. По поручению главы города-курорта был отремонтирован и домоход. Вскоре в отделении будет заменена входная дверь. Замера уже сделана, на днях ее привезут из мастерской. А это улица Кубанская. О том, что ей необходим ямочный ремонт, главе сообщили местные жители во время личного приема. После недавней рабочей поездки Юрия Полякова, дорогу отсыпали щебнем не только в наиболее проблемных местах, а полностью обновили. Были просьбы населения подремонтировать дорогу. Юрий Федорович проехал и решил, что нужно не в ямочном, а более так, скажем, текущий ремонт привезти, не капитальный. Выделили щебень со 150 кубов. Мы доставили, разровняли сами. Основные такие, где большие были просевы, просевы и ямы засыпали. Еще одно замечание – строительный мусор, который местный житель вываливал прямо на муниципальную землю. На виновника составили несколько протоколов за нарушение, а саму свалку убрали. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.